Поехали. Я вас еще раз поздравляю с началом учебного года. Уже вы на третьем курсе, половина пройдена, сложная половина пройдена в вашу учебу, и половина яда тоже пройдена. Тоже я надеюсь, что это была более сложная половина, сейчас уже будет по наката найти. Ну, в общем, у нас с вами впереди еще год, и этот год будет посвящен у нас разбирательствам с такими более что ли прогрессивными направлениями в машинном обучении. До этого мы с вами разбирались с таким классическим машинным обучением, с всякими линейными моделями, метрическими методами, с бустингами, с другими композициями. И это какие-то вещи, которые уже устаканились, понятно, где они хорошо работают, понятно, как они работают, вряд ли там можно что-то радикально улучшить, хотя кто знает, конечно. Ну, в общем, вот мы изучили, это такая серьезная база, которая у вас теперь есть. Вот теперь пришло время говорить про штуки, которые активно исследуются, где все там менее понятно, где все сложнее, где все, что мы можем изучить, может быть перечеркнуто через год, и это по-другому нужно будет делать. Ну, как бы такие уж особенности изучения современной науки. Собственно, сейчас так сложилось, что в машинном обучении активно очень развивается направление, связанное с, если говорить неправильно, с нейросетями, если говорить правильно, то с графами вычислений. И мы будем разбираться именно с такими подходами в этом семестре и в следующем. В этом семестре я у вас буду вести лекции. Если кто-то перевелся сейчас на этот майнер, меня зовут Евгений Соколов, я работаю на факультете компьютерных наук, преподаю довольно давно всякое машинное обучение разное. С кем мы уже знакомы, рад, что вы не ушли от нас, что мы с вами снова видимся. Я буду вести в этом семестре, а следующий семестр майнера, последний, весенний, он будет немножко по-другому устроен. Там уже будут какие-то темы, в которых правильно, чтобы их рассказывали люди, которые разбираются в этом. Я в этом не очень разбираюсь, там будем говорить про всякие генеративные модели, про трехмерное зрение, про работу со звуком, про временные ряды, про такое. Поэтому там у нас курс будет побит на блоки, и на каждый блок я буду приглашать каких-то классных людей, которые в этом разбираются хорошо. Ну, а я буду как бы модератором этого всего. Я тоже там прочитаю немножко лекции вам по вещам, в которых я что-то понимаю еще. Ну, короче, вот такой формат нас ждет. Ну, а так, в принципе, ладно, организационное я расскажу еще впереди. Давайте пока я скажу немножко поподробнее про то, что у нас вообще будет. Вот, значит, есть задачи, которые мы с вами уже хорошо знаем. Это задачи, связанные с работой с табличными данными. Ну, скажем, вот у вас там есть, мы разбирали такой пример с вами, там задача предсказать стоимость квартиры по ее описанию. И у вас там есть для каких-то квартир их характеристики, там площадь, там расстояние до метро, расстояние до речки ближайшей, там качество, там, не знаю, парков рядом с этим домом. Короче, какие-то характеристики есть, числовые, как правило. И вот мы хотим по этим числам что-то предсказать. Такие данные называются табличными, на них очень хорошо работают классические методы вроде того же градиентного бустинга. Это как бы мы с вами уже все хорошо знаем. А вот есть задачи, где данные более сложные. Например, задачи, связанные с картинками. Вот есть такая задача, абсолютно бестолковая, но, тем не менее, часто там на ней учатся. Вот на кегле можно ее найти, dogs versus cats. Типа есть фотография животного, там, либо кот, либо собака. Нужно понять по фотографии, это кот или собака. Ну, повторюсь, вряд ли где-то, не знаю, там, ВВП какой-то страны возрастет на 10% от того, что там научатся автоматически котов от собак отличать, да? Поэтому не самая полезная задача. Но вот как-то сложилось, что такая известная учебная. И вот если посмотреть на то, как такие задачи, связанные с распознаванием изображений, решались раньше, то там были довольно такие затейливые подходы. Ну, скажем, можно было разбить вот эти вот, значит, то, как это решалось, на несколько этапов. На первом этапе мы придумывали, как посчитать признаки. Ну, какие признаки могут быть полезны, чтобы отличать кота от собаки? Наверное, там на усы посмотреть, да? У котов они вроде такие более длинные, правда, они обычно белые, поэтому их не видно, но, допустим, мы умеем их выделять. Вот усы, да? Форма ушей. Ну, тоже у котов она немножко отличается обычно от собак. Длина хвоста. Ну, тоже что-то можно понять. Форма хвоста. Форма самого животного. Форма морды. Форма рта. Там глаза какие, да? Там цвет глаз. В общем, кучу разных признаков можно придумать. И это огромная большая история про то, как эти признаки посчитать. Ну, если я вам сейчас дам тысячу фотографий, просто вот каких-то фоток и скажу, вот напишите мне код на питоне, который, значит, определяет цвет глаз у животного на этой фотографии. Ну, как это делать? Вообще говоря, не очевидно. Это же надо глаза найти сначала на этой фотографии, там, цвет как-то померить. Неясно. А плюс еще там всякие есть приколы с тем, что освещение может быть разное, там, тень какая-то падать, и может, вот, что может там это животное боком быть сфоткан, и вы там только один глаз будете видеть, да? То есть, короче, куча нюансов, которые нужно учесть. В общем, можно прямо в этом погрязнуть, там, пять лет заниматься тем, чтобы определять цвет глаз на фотографии. Ну, вот, допустим, мы потратили кучу времени, научились такие признаки считать. Ну, а после этого чего? У нас есть признаковое описание для каждой фотографии, числа какие-то. Мы можем бахнуть, там, градиентный бустинг, например, или, там, логистическую регрессию, или еще что-то. И вот примерно так решались задачи раньше. Придумывались какие-то признаки, либо специфичные для этой задачи, либо общие какие-то, там, тоже это большая история, как это делалось. И дальше применялся классический алгоритм. Работало так себе. Ну, потому что вот это вот, как бы, градиентный бустинг-то мы умеем с вами обучать, в принципе. Да, но я надеюсь, что вы умеете его обучать после прошлого семестра. А вот признаки посчитать, ну, такое. И вот поэтому в какой-то момент стали искать другие подходы. И вот оказалось такой интересной идеей делать так называемый end-to-end подход. Когда, значит, у нас на входе с вами есть какая-то картинка, вот, да, например. Ну, тут, конечно, это какая-то буква, неудачную иллюстрацию подобрал. Но давайте посчитать, что здесь кот нарисован. Сейчас я нарисую кота. Глаза у него, значит. Вот это у него нос. Это рот. И вот усы. Да, вот это, значит, кот. Вот. Значит, давайте считать, что вот у нас на этой картинке нарисован кот. Вот. Вот. И, значит, дальше, дальше мы выберем эту картинку, прямо вот как есть, да, на набор пикселей. Подаем на вход какой-то, значит, хреновине, да, я прошу прощения, вот какой-то вот штуки, какой-то функции. Вот это вот, значит, пока непонятно, что здесь нарисовано, но это вот какая-то вот функция, которая на вход принимает картинку. Отдельный вопрос, что это такое, значит, функция, принимающая на вход картинку, это как бы предмет обсуждения на следующих лекциях. Вот, короче, придумаем какую-то функцию, да, которая принимает на вход картинку, чего-то с ней делает, там как-то ее колбасит, там придумывает какие-то штуки с ней, и на выходе нам дает число. Допустим, 1 выдает, если это кот, и 0, если это собака. И вот, значит, наша задача теперь, поскольку у нас несколько шагов каких-то, признаки придумать, там что-то густинг какой-то, а вот просто вот картинка, дальше какая-то функция сложная, странная, на выходе ответ. И вот теперь мы можем просто подбирать параметры у этой функции так, чтобы она работала получше. То есть у нее какие-то есть там настройки, какие-то вот параметры тета, давайте их назовем. И мы можем эти параметры подбирать так, чтобы на нашей обучающей выборке для котов, правда, выдавалась единичка, а для собак, правда, выдавался нолик. И вот, значит, вот это называется end-to-end обучение, потому что у меня вот есть функция на входе сырые данные, на выходе ответ. Нет нескольких этапов как бы внутри нее отдельных. Она вот обучается от как бы сырых данных до финального ответа. И вот такой подход, когда мы какую-то придумываем сложную функцию, сложную там такую, ладно, у меня приличные слова не придумываются пока, поэтому сложную штуку вот такую придумываем, которая решает задачу от и до. Но это оказалось прикольно. И вот как бы если так подходить к решению задач с картинками, качество получается сильно выше, чем вот в этом классическом подходе. И вот, собственно, вот такую вот идею, когда мы придумываем большую функцию, мы будем изучать с вами в этом семестре. Ну, или там еще пример. Есть вот там тоже, вот до этого мы говорили про обработку изображений или там компьютерное зрение, как это называют. А еще есть, например, большая область, называется NLP, Natural Language Processing. Не путать с нейролингвистическим программированием. Ну, в смысле, я, ну, это, знаете, даже отчасти такое серьезное замечание, потому что бывает я там каким-то там серьезным людям, просто не из компьютерных наук, рассказываю, что вот у нас на факультете там есть какие-то направления исследований, есть вот такое, есть вот такое. А еще NLP есть. И на меня смотрят такими глазами, типа, господи, что за шарлатанство нейролингвистическое программирование? Вы серьезно? Может, вы там еще, не знаю, там память воды изучаете? Ну, вот, короче, ну, просто, может, я тоже из вас думал, что это так. Короче, есть направление NLP. По-простому это обработка текстов. И там есть разные тоже прикольные задачи. Например, есть задача генерации текста. Она обычно решается так, что у вас есть уже какое-то начало текста. Вы и ваш алгоритм, ваша модель там какая-то должна определить, какое следующее слово в этом тексте будет самым подходящим. Есть начало, вы следующее слово угадываете. И вот так, понятно, вы можете дописывать какой-то вот текст дальше, типа угадали следующее слово, потом еще одно, еще одно. И вот так ваш алгоритм будет текст писать. Раньше были идеи, как это делать. Но одна из таких идей, которые, ну, заведомо не очень как бы интеллектуальные, но тем не менее их использовали, это так называемые марковские цепи. Не будем разбираться с тем, как это работает. Еще время придет поговорить про это. Ну, в общем, там был некоторый такой простенький алгоритм. Да, вот, собственно, Михаил, вы правы, иногда его до сих пор применяют для того, чтобы подсказки на клавиатуре генерировать. Там вполне могут марковские цепи использоваться. Ну, смотря где, опять же, ну, это такая базовая идея. Вот, и вот, значит, пример текста на экране, сгенерированного марковской цепью. Вот если вы вглядитесь, вот скажите, вот есть ли какие-то признаки, что этот текст немножко, скажем так, бредовый? Есть. Много точек. Да. Что еще? Много глаголов. Справедливо. Символы какие-то странные. Скобок много, да, доллары. Ну, и да, вот Александр разрит в корень, нет смысла. Да, это самое главное. Какой-то бред написан. Читаете, ничего не понятно. Вот, значит, а вот есть, например, более прогрессивные подходы, например, вот довольно, ну, так, относительно, значит, свежая штука. Это, значит, модель, которая называется GPT-3, General Purpose Transformer 3. Это, значит, мы будем тоже изучать, как это устроено ближе к концу этого семестра. Это такая гигантская модель там с какими-то сотнями миллиардов параметров, которая обучена на, там, огромном наборе текстов. И она тоже вот решает задачу определения следующего слова в тексте. И вот у вас, значит, на слайде вы сейчас видите пример текста, сгенерированного GPT-3. В принципе, получше, да. То есть, ну, если вчитаться, там можно заметить какие-то несостыковки, конечно, но, по крайней мере, это реально, ну, выглядит, по крайней мере, локально как текст. И это тоже очень круто. То есть, если сравнить там, как бы эти классические модели генерируют, ну, там, какой-то очевидный бред, а здесь, ну, прямо адекватный текст получается. И это тоже интересно. Это тоже, как бы, вот то самое глубинное обучение. Да, вот говорят, что даже грамматически верно. Ну, тем более. И вот, может ли написать диплом? Нет. Нет, но, но у нас была история, значит, как, ну, вы знаете, есть, значит, в третьем модуле четвертого курса такое мероприятие, как Project Proposal, может быть, слышали. Это когда вы на английском пишете, типа, что у вас там по ВКР уже готово. Ну, и потом обзор литературы, постановку задачи. И перед комиссией, в комиссии в основном коллеги, которые вот английский преподают, сидят, перед комиссией, значит, вы защищаете вот эту вот вашу штуку на английском. То есть защищаете, как бы, идею вашей дипломной работы. И у нас был один студент, который, значит, взял GPT-3 и просто с ее помощью сгенерировал себе текст речи, который он будет читать на Project Proposal. И типа получил отличную оценку. То есть, как бы, для человека, который в компьютерных науках не разбирается, это реально звучало, как связанный грамотный текст на английском. Ну, что человек там свою математику рассказывает какую-то, всем все понятно. Если что, я не призываю вас так делать. К тому же, все-таки, это там ему повезло. Обычно в комиссии еще сидит человек, который шарит за вашу предметную область и там это не прокатит. Правда, в той комиссии я сидел в роли такого человека, но я отвлекся и прослушал, поэтому прокатило все. Но, короче, реально работает. Но не надо так делать. Ваши дипломные работы должны быть содержательными. Ну вот, и, короче, вот такие подходы, когда мы строим какую-то сложную, огромную модель, которая решает вашу задачу, они сегодня оказываются очень хорошо работающими в разных направлениях. В обработке изображений и видео, в обработке текстов, в обработке звука, в задачах генерации каких-либо данных. И вот, собственно, вот эти вот подходы, вот эти подходы на основе нейронных сетей и глубинного обучения мы и будем изучать в ближайшие, ну, как минимум, полгода. Ну, прежде чем мы начнем это дело изучать, давайте поговорим про, значит, организационные моменты. Ну, вот тут некоторые ссылки, значит, Вики, как обычно, канал, где мы будем выкладывать слайды, записи. Канал в Телеграме, обязательно подпишитесь, то есть канал – это основной источник новостей, вот все, что в него пишется, вот как бы, если вы за ним следите, то вы точно будете в курсе всего, что происходит в нашем курсе. У нас есть чат, как обычно, это какой-то флут на, типа там, 400 человек, поэтому чат курса – это что-то не очень понятное. Я вас призываю задавать вопросы по домашкам в чатах ваших групп. Мы вот в канал пришлем ссылочки на Телеграм-чаты каждой группы, вот там, пожалуйста, там спокойная атмосфера. Да, там эстенты флудят, но что я с ними могу сделать? Я же говорю, вот если эстенты флудят в чате вашей группы, то я готов их наказать. Но как бы в чате на 400 человек сложно ждать чего-то конструктивного, поэтому вот он как бы есть, да, но… Да, он чтобы был. Значит, ну, всегда мне в личку можно задать вопросы, но лучше сначала ассистента спросить, потом семинариста, потом мне уже писать, а то я медленно отвечаю, вы там не получите вовремя ответ, расстроитесь. Но, если что, я всегда открыт к вопросам. Значит, что у нас будет по формам контроля? Значит, у нас, как и в прошлом семестре, будет четыре, значит, вида развлечений на этом курсе. У нас будут домашние задания на питоне, все как обычно. У нас будут проверочные на лекциях, о которых мы будем заранее вас предупреждать. У нас будет контрольная работа где-то в начале декабря на лекции онлайн. Разумеется, нулевой вариант мы вам дадим, сможете подготовиться. Письменный экзамен в сессию в том же формате, что и контрольная. Ну и автоматы, как обычно, будут предусмотрены. Если у вас будет хорошее накопленное, и вы хорошо напишите контрольную, то вы сможете получить автомат и не приходить на экзамен. Формула оценки. 40% домашки, 10% проверочные, лекционные, 20% контрольные, 30% экзамены. Контрольная, письменная, нет. Я считаю жестоким заставлять вас в ограниченное время за полтора часа писать код на питоне. Это что-то, машинное обучение, это жестоко и бессмысленно. Поэтому нет. Контрольная будет на листочке, там вопросы на понимание, может, какие-то задачки небольшие. Ну, увидите. В любом варианте все будет. Вот, значит, формулу оценки тоже я проговорил. План курса, не знаю, мне кажется, очень душной идеей рассказывать план курса. Все равно вы ничего не понимаете из этих слов пока, зачем мне их называть. Значит, если вам будет интересно что-нибудь дополнительно изучить, значит, во-первых, есть просто чудесный курс Андрея Карпатова из Стэнфорда. Значит, вот первая ссылочка. Очень рекомендую полистать, там конспекты очень хорошие, можно найти видео лекции более свежие, там тоже очень интересно, в общем, советую. Есть курс на Степике, значит, тоже хороший. Вот, раньше еще был наш курс на Курсере, но что-то вы знаете, что с Курсерой случилось, поэтому пока не порадую, но совсем скоро, мне обещали, что к концу этого месяца выйдет наш там от ФКН курс на русском по глубинному обучению. Его выложат, я пока не знаю куда, но вот как только мы выложим, я очень постараюсь вас подключить к нему, тоже можно будет посмотреть. Я в нем не участвую, поэтому там точно по-другому все будет объясняться. Вот, сможете посмотреть. Но, опять же, там вот еще две недели не записаны, и как бы это под вопросом, поэтому я не гарантирую, что к концу месяца там уже все будет готово. Но я очень надеюсь на это. Вот, вы интересовались про график сложности, график сложности вот такой. Значит, у нас будет три темы, где будет жесть. Вот будет бэкпроп уже буквально через одну-две лекции обратное распространение ошибки. Там я буду показывать вам такие многоэтажные формулы. Конечно же, мы не будем в них разбираться глубоко, но там придется пострадать. И если вы чувствуете себя неуверенно в вопросах частных производных из матанализа, я вам крайне рекомендую за ближайшую неделю повторить частные производные и правила дифференцирования сложной функции. Вот, это прям важно. Вот, почитайте где-нибудь. Потом у нас будет, вот, да, к сожалению, у меня плохой почерк, поэтому вы это вот, судя по чату, прочитали как деменция. Ну, как бы деменцию-то мы всегда успеем словить. Вот, тут будет детекция. Значит, вот мы будем разбирать с вами вот после бэкпропа, будем говорить про свертки, сверточные сети, там довольно понятно все будет. А потом речь идет про задачи компьютерного зрения, то есть что можно вот этими сверточными сетями делать. И там вот как раз пойдет речь про задачи сегментации и детекции. И вот это прям очень неприятно. То есть там, значит, ну вы увидите, значит, вот детекция, это вот такой показательный раздел в глубинном обучении про то, что это, конечно, работает, но выглядит как вот, значит, там такой вот, значит, замок из спичечных коробков, который на костылях стоит. И вот как бы, не дай бог, вы там уберете один коробок, все нахрен развалится и ничего работать не будет. Вот, поэтому там, ну, в общем, будет тяжело и вам, и мне. Еще у нас будут трансформеры под конец. Это обычно тоже неприятная тема, потому что это в целом что-то непонятное. Ну, типа есть некоторая модель в глубинном обучении, которая работает хорошо. Это реально сейчас там передовая тема. Вот. И при этом, ну, это как бы не то, чтобы там есть какая-то прям яркая интуиция за этим всем. Мы, конечно, постараемся ее вам дать, но там тема довольно мутная. Поэтому вот там тоже нам придется пострадать. Но в целом это все как бы более, так будет, что ли, евристично, более на уровне интуиции, чем формально. Поэтому вот тут холмы не такие высокие, как можно. Да, значит, по оси абсцисс, в смысле, какие-то недели вы имеете в виду, когда это будет. Ну, вот это примерно вторая неделя, то есть через неделю уже. Это примерно где-то седьмая неделя. Это примерно где-то там двенадцатая неделя. То есть это будет скоро, это в конце первого модуля, а это в декабре уже будет. Ну, бустинг, я думаю, что он сложнее был. То есть когда там у нас были основы машинного обучения, бустинг там вот так как-то шел. Но как бы из плохого домашки будут сложные. Вот, значит, вначале будет попроще, но в целом они такие довольно хардкорные. Но у вас все получится, я уверен. То есть вы уже прошли через многое, нет шансов, что здесь вы не освоите материал. Вы, конечно, со всем справитесь. Но вот как бы важный очень комментарий. Домашки делаются долго, но не потому, что там долго код писать, а потому что там нужно порой долго ждать, пока он посчитается. Потому что мы работаем с большими моделями. И поэтому я очень, я искренне вас призываю начинать заранее. Вот, значит, если вы там, мы выдали вам домашку на две недели, прямо вот в первую неделю найдите уже время, чтобы сесть и начать разбираться и писать код. Иначе вы просто можете физически не успеть. На самом деле почти все наши домашки будут нормально делаться в Google Коллабе, поэтому вам не нужно будет даже локально это запускать. Вот, просто нужно время. Вот, какие-нибудь еще организационные вопросы? Нет вопросов. Ну, замечательно. Когда первый тест на лекции? Я не знаю. Я думаю, что где-нибудь на третьей и четвертой лекции, то есть уже ближе к концу сентября. Потому что мы пока тут будем какие-то общие вещи разбирать, пока мы там разгонимся с вами, еще время пройдет. Так что, ну да, конечно, прямо сейчас это было бы мощно. Пока ждем, пока ждем. То, что в ПУДе написано про онлайн-курс, то, что было на Курсере. А что в ПУДе написано? Что, типа, дисциплина с онлайн-курсом? Да, вы про это имеете в виду? А, ну да, да, это означает, что мы вас подключим к какому-то курсу, но он будет в формате дополнительного материала. Ну, типа, лекции же есть, семинары есть. Что вас заставлять еще онлайн-курсы смотреть? Но поскольку я могу объяснять непонятно, и, скорее всего, будут моменты, где я буду объяснять непонятно, у вас будут еще места, где вы можете что-то посмотреть по-другому, как это рассказывают. Ну, хорошо, давайте приступать тогда. У нас где-то примерно минут 40-50 еще с вами есть. Давайте поразбираемся с какими-то совсем основами, с тем, что мы будем вообще изучать с вами. Вот мы с вами в прошлом семестре говорили про линейные модели. Линейные модели – это такие вот, значит, функции, где вы признаки суммируете с какими-то весами. То есть вы берете площадь, умножаете на W1 коэффициент, берете этаж, умножаете на W2 коэффициент, ну и так далее. Короче, вот что-то вы там, значит, вот так агрегируете. Ну, мы с вами очень много про них говорили. Вы знаете, что это простые модели, что у них много недостатков, но в то же время они легко обучаются, они интерпретируемые. Ну, короче, есть плюсы и минусы. Но все-таки они слабые. Мы можем пытаться их усилить добавлением каких-то нелинейных признаков. Например, можем добавить там признак этаж в квадрате. Можем добавить признак площадь умножить на этаж. Ну и как бы модель становится обычно лучше после этого. Она может более какие-то серьезные закономерности выучить. Но проблема, которая возникает, заключается в том, что не очень понятно, сколько вам таких признаков добавлять. Вам там только попарные произведения. Или там, может быть, еще тройки признаков добавлять. А может быть, четверки признаков. Ну и там в какой-то момент у вас память закончится просто, если вы начнете таким заниматься. Короче, уже как бы проблемное направление. Есть другое направление, как решать задачи. Это вот, например, градиентный бустинг. В градиентном бустинге мы с вами строим сумму моделей. То есть мы берем там кучу каких-то базовых моделей, например, решающих деревьев, и добавляем их постепенно в эту сумму. Каждая следующая базовая модель, которую мы добавляем, она корректирует ошибки предыдущих. То есть у нас там уже есть пять моделей каких-то, пять деревьев. Мы смотрим, где они ошибаются, и строим шестую так, чтобы, когда мы ее добавим, она исправила вот те ошибки. Ну, опять же, если совсем забыли, что это такое, на Вики лежат записи лекции весенних, пожалуйста, смотрите, все можно освежить в голове. Ну, там какие-то формулы были про бустинг. Давайте не будем их сейчас вспоминать, что голову забивать таким. Ну, вот получается, что с одной стороны есть линейные модели, которые вот такие приятные, их легко обучать. Вот есть там градиентный скуск, запустили, все, там модель обучена. Но они простые. Есть градиентный бустинг какой-нибудь, или там случайный лес. Короче, какие-то композиции деревьев, которые показывают хорошее качество, но их тяжело обучать. То есть там какие-то хитрые там алгоритмы, жадные. Там нельзя градиентный скуск применять. Там нужно придумывать какие-то хитрые схемы, как это обучается. А вот хотелось бы как-то подружить вот эти два преимущества. То есть чтобы с одной стороны модель была сложная, а с другой стороны мы могли ее обучать стандартными подходами вроде градиентного скуска. И вот как раз-таки то, что мы сейчас будем придумывать, оно удовлетворяет этим двум требованиям, что оно сложное, но обучаемо стандартным градиентным скуском. Значит, давайте на уровне идеи пока обсудим, что мы будем тут с вами изобретать. Представьте, что у нас вот такая задача. Бинарная классификация. Есть синие точки, есть оранжевые. И вот надо их разделить. Ну, не знаю, давайте, чтобы как-то вот у нас диалог какой-то был. Можно ли прямой отделить синие точки от оранжевых? Как вы думаете? Вопрос детский. Ну, чтобы там руки размяли, напечатали ответ. Нельзя, конечно, нельзя. Можно вот пытаться так провести, можно вот так провести, но все не работает. Ну, можно параболы. Это сложная, это уже какая-то нелинейная модель. А вот возникает такая идея. А что, если мы возьмем вот как бы сразу две модели, вот две таких палки, и попробуем как-то совместно ими отделить синие от оранжевого? Можно попробовать, в принципе. Давайте попытаемся. Значит, вот есть фиолетовая прямая. Ну, вот я тут выписал примерно ее формулу. По сути дела, эта прямая соответствует вот такой вот формуле. Это знак минус 2х1 плюс х2 плюс 5. Зеленая соответствует примерно вот такой формуле. Нет, нет, смотрите, это не деревья. Нет, сейчас все будет иначе, все будет по-другому. Ну, вот давайте проверим. Значит, точки, которые попадают вот в эту область. Вот у них какой знак будет вот в этих формулах? Значит, давайте посмотрим для фиолетовой. Ну, вот возьмем какую-нибудь точку, типа там, я не знаю, вот эту, скажем, 0,1. Поставляем сюда 0,1. Короче, у фиолетовой будет положительный знак, вот плюс. Поставляем сюда 0,1, минус 5, минус 4, знак отрицательный. Короче, вот здесь фиолетовая дает положительный знак, зеленая – отрицательный. Ну и дальше, если вы будете проверять, вот здесь у вас обе прямые будут давать отрицательный знак, вот здесь у вас фиолетовый будет наоборот давать отрицательный, а зеленая будет давать положительный. Получается такая схема, как нам, используя две прямые, понять, это оранжевая или синяя точка. Мы просто берем вот эти две чиселки и складываем их. И если сумма строго меньше нуля, то это оранжевый класс. А если сумма ноль или больше нуля, то это синий класс. Потому что сумма строго меньше нуля, только если и тут, и тут у нас отрицательный знак. А это будет только в этой области. Тут у меня оранжевый класс. Давайте это нарисуем в виде схемки такой. Я считаю вот эти формулы прямых, беру их знаки, после этого я складываю эти знаки и смотрю, вот эта сумма больше или меньше нуля. То есть получается вот такая схема. Как я могу решить задачу с помощью двух линейных моделей? Запомнили это. И теперь давайте сделаем небольшое такое лирическое отступление. Вспомним биологию. Вот картинка, пожалуйста, с Википедии я стащил. Наверняка у вас в учебнике что? Что? Нет-нет-нет, Даниил, мы складываем же знаки, мы складываем знаки, а не сами числа. То есть сначала я взял сайн, это плюс один или минус один, а потом я уже смотрю, как эти знаки соотносятся. Ну хорошо, что вы спросили. Так вот, у вас, значит, в учебнике по биологии наверняка вот такая картинка была. Значит, нейрон, ну, по крайней мере, его какая-то упрощенная версия. Значит, у нейрона есть ядро, вот оно, там происходит нечто, что нас сейчас не особо будет интересовать. Но главное, как в целом он функционирует. Значит, к нейрону подходят, значит, дендриты, вот такие вот штуковины, значит, то есть вот здесь какие-то другие там нейроны, и вот от них отростки идут вот сюда. Вот их много. И вот, значит, по этим отросткам какие-то электрические сигналы проходят. Все они стекаются в ядро, но перед тем, как электрический сигнал попадет в ядро, вот тут есть, значит, я не помню, как это называется, может, вы вспомните, значит, есть какие-то вот фиговины на вот этих вот дендритах, которые регулируют сигнал. То есть вот клетка может как бы настраивать, как она реагирует на сигналы, идущие синапсы, да? Ну, давайте считать, что синапсы, да, давайте считать, что синапсы, да, вроде бы да. Вообще есть синапсы вот здесь, в этих вот, значит, проводочках, которые регулируют то, насколько клетка воспринимает этот сигнал. Синапс может быть настроен так, что он вообще не пропускает сигнал, то есть даже если вот сюда электричество идет, синапс его дальше в клетку не впускает. Тогда как бы клетка не реагирует на эти сигналы. Или наоборот, синапс может усиливать сигнал, то есть он может там как-то прям умножать его на какое-то число, и тогда клетка, наоборот, будет сильно реагировать на этот вход. Дальше это все суммируется внутри клетки, то есть прошли сигналы через синапсы, там были усилены или ослаблены, пришли в ядро, просуммировались, и дальше по аксону, это вот выход у этой клетки, отправляется этот просуммированный сигнал дальше. Это суперупрощенная схема, там на самом деле еще какая-то модуляция делается, чтобы там как-то схлопнуть этот сигнал в какой-то диапазон приемлемый. И там еще есть много чего, но вот упрощенно так. Ну скажите, а вот это вот, что сигналы приходят, ослабляются или усиливаются, и потом суммируются, это на что похоже? Типа ослабили, усилили, просуммировали, отправили дальше. Ну на линейную регрессию, да, на линейную функцию, конечно. То есть вот линейная модель, это же у нас ровно сумма входов с какими-то весами, вот. Собственно, во многом, на самом деле, линейную модель, ну она была придумана-то давно, но в какой-то момент ее перепридумали, именно глядя на модель нейрона. То есть вот эта вот формула порой называется моделью, кажется, Маккалака-Питца. Нет, модель Маккалака-Питца, это, по-моему, то, что нарисовано на картинке, а это типа вот как бы модель нейрона математическая, построенная на основе вот той вот, значит, модели Маккалака-Питца. Ну неважно. Короче, получается, что вот линейная модель как-то отражает вот эти представления о том, как нейрон устроен. И, по сути дела, вот это, то, что у нас было в нашей схеме, вот эта вот сумма признаков с какими-то весами, это получается нейрон как бы. Ну а если много нейронов объединить, то получается как бы нейронная сеть. И вот выходит, что вот то, что мы с вами придумали, объединить две линейные модели и совокупно по ним принимать решение, к какому классу относится объект, это типа нейронная сеть. Ну вот отсюда и название. Правда, вот потом оказалось, что вот эта модель нейрона не вполне верна, потому что, ну как бы, не то, что вот там в ядро пришли сигналы, сразу отправились дальше. Там это скорее работает так, что сигналы приходят в ядро, оно их накапливает, и когда достигается какое-то пиковое значение, отправляет импульс по аксону. Это называется моделью Ходжкина-Хаксли, по-моему. Может на Википедии почитать. Вот. И получается, что, ну вот если мы, ну вот это не нейрон в голове. И получается, что вот эти вот штуки, которые мы строим, ну, странно на это смотреть, как на модель человеческого мозга, потому что даже в основе лежит неправильное представление о том, как нейроны устроены у нас в голове. Поэтому вот считается, что неправильно это называть нейронной сетью, скорее используют термин граф вычислений. Ну, потому что какой-то граф действительно, да, вершины, ребра, вот, и, ну, он что-то вычисляет. Граф вычислений, computational graph. Граф. Неважно. Вот. И, значит, но тем не менее я не буду удерживаться временами, буду говорить нейросеть, но имейте в виду, что так говорить не совсем правильно. Давайте отвечу на вопросы. Значит, каждая ячейка таблицы это как бы нейрон. Да. То есть каждая ячейка это типа нейрон. Почему нельзя это просто называть композиции? Вот Андрей спрашивает. Можно. Можно. Тоже вариант. Можно считать, что это такая вот довольно сложная композиция, но просто этот термин уже занят. Да, у нас есть композиции модели, это как бы вот сумма вот эта, да, а это какая-то композиция очень хитрая, но тем не менее можно. Не таблица схемы, то есть, ну, да, 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 каждая ячейка схемы, да, это нейрон, да, тут вы правы. Вот, короче, вот такие дела. То есть, получается, мы будем с вами изучать вот такие штуковины, которые представляют собой, ну, вот, набор простых функций, которые мы как-то вот соединяем, последовательно друг с другом и получаем результаты. Ну, более формально на это можно смотреть так. Значит, вот у меня есть какой-то вход, какие-то вот признаки моего объекта, x0. Дальше у меня есть какие-то преобразования. То есть, я вот там подаю на вход какой-то функции, значит, мои признаки, оно что-то делает и, значит, выдает некоторый другой вектор, на выходе x1. И вот, по сути, мы будем рассматривать модели, которые устроены как последовательность таких преобразований. То есть, вот у меня вход, потом какое-то одно преобразование, получаю x1, потом другое преобразование, получаю x2, ну и так далее. И вот, как бы, наши модели, они вот в итоге будут выдавать какой-то ответ. Будем рассматривать вот такие вот, как бы, графы вычислений, которые просто последовательно или послойно, как говорят, иногда вот эти функции отдельные называют слоями. Они делают какие-то преобразования входных данных и в итоге приходят к некоторому ответу. Это, конечно, звучит абстрактно. А что за преобразования? А как они работают? А как они картинку на вход могут принимать? А как они звук на вход могут принимать? Ну, это все мы будем с вами обсуждать, собственно. То есть, сейчас я так в общем виде это рассказываю. Потом мы, конечно, будем наводить много конкретики с вами. Вот Данил спрашивает, то есть, настоящие нейросети в компьютерных науках не встречаются? Ну, не очень понятно, что такое настоящие нейросети на самом деле, потому что мы довольно слабо понимаем, как устроен человеческий мозг, насколько я знаю. То есть, безусловно, там нейронауки развиваются, там много прикольных открытий делается, но, насколько мне известно, до сих пор очень много белых пятен в нашем понимании мозга. Поэтому, раз мы не знаем, что вот здесь находится, ну, довольно сложно придумать модель, которая действительно устроена как мозг. Более-менее, там, большинство вот этих вот нейронных сетей, которые мы будем с вами обсуждать в курсе, у них есть та или иная биологическая подоплека. То есть, например, когда будем сверточные сети обсуждать с вами, там вот я вам расскажу про некоторые эксперименты, которые показывают, что, ну, наверное, у нас в голове что-то похожим образом работает. Наверное. Косвенные эксперименты это показывают. Но, в целом, это действительно абсолютно разные вещи. То есть, если вы там видите новость, что вот нейросеть научилась генерировать что-то там, но это не нейросеть, это просто какой-то вот алгоритм, какая-то вот схема, какой-то вычислительный граф. Вот. Такие дела. При этом наши вот эти самые графы вычислений могут быть какими-то очень сложными. То есть, они могут не просто вот так последовательно данные преобразовывать и выдавать ответ. Они могут там быть такими разветвляющимися. То есть, там, берем входные данные, применяем одно преобразование. Потом два преобразования параллельно делаются. Они там перетекают в один ответ. Потом мы там какую-то еще одну задачу решаем. Потом третью задачу решаем. В общем, это могут быть какие-то очень сложные схемы. Мы примеры такие с вами увидим тоже по ходу курса. Ну, то есть, скажем, у меня может быть одна модель, которая по фотографии одновременно определяет пол человека, возраст человека. И, скажем, там, по шкале от 1 до 10 определяет, насколько красивый этот человек. Ну, значит, ну, правда, не очень понятно, что такое красота, как ее измерить по шкале такой. Но, в общем, можно придумать вот такие многоголовые модели. Вот, вопросы какие-нибудь? Нет? Все понятно? Все хорошо? Одно преобразование. Не, не, смотрите. Тут речь о том, что у меня вот это преобразование выдает какой-то вектор, и я его подаю на вход и этому преобразованию, и вот этому преобразованию. Вот об этом речь. То есть, выход один, просто я его как бы использую потом как вход для двух других функций. Так, Алексей спрашивает, нейроны только задержкой отличаются в новых моделях? Копят, а потом выдают? Ну, я не специалист, поэтому я сейчас могу говорить ерунду какую-то, да? Но, по-моему, да. Мое чтение там в Википедии привело к такому пониманию. Но задержку – это что очень сложное? То есть, чтобы ее смоделировать математически, вам нужно дифференциальное уравнение какое-то выписать. Ну, там, мы не хотим диффуры на этом курсе, да? Это не входит в то, под что мы подписывались. Ну, да, да. В целом даже есть какие-то там виды нейронных сетей, ну, искусственных нейронных сетей, в которых пытаются эту задержку моделировать, но это что-то не прижилось особо. Толку от этого мало, оказывается, в вычислениях. Вот. Простите, простите. Да, еще должен вас предупредить, прежде чем мы дальше пойдем, что я себе поставил брекеты на ближайшие года-два примерно, и у меня, по-моему, от этого речь испортилась. Поэтому, если вдруг вы поймете, что вы не понимаете, что я говорю, это не ваша вина, это моя, вы, пожалуйста, говорите, что я жую слова. Да, я постараюсь как-то почетче. В общем, тут тоже фидбэк приветствуется. Я на такое не обижаюсь, конечно, ни в коем случае. Это пока, вы думаете, что не различается. Сейчас там начну пары вести, там натру себе еще что-нибудь ими. Да, кажется, что будете не понимать не из-за брекетов, это уже другой вопрос. Да, ну, как бы тут уж я не виноват. Ну, виноват, что плохо объясняю. Ладно, поехали дальше. Значит, давайте теперь поговорим. Ну, собственно, мы обсудили такую общую схему, очень абстрактно, верхнеуровнево. Теперь пора бы обсуждать, а какие слои бывают, то есть что вот на месте вот этих вот преобразований вообще может быть. Ну, и самое простое и там самое давно придуманное, что есть из преобразований, это так называемые полносвязные слои. Они устроены очень просто, потому что они основаны на линейных моделях. У них, может быть, нет какого-то физического смысла, но, тем не менее, зато они простые и в том или ином виде везде будут дальше встречаться. Значит, полносвязные слои, по-английски fully connected, FC, часто будут у нас записываться на схемах. Это, значит, такой слой, который на вход принимает n чисел. Вот мы их обозначаем x1 и так далее, xn. А на выходе выдает m чисел. Это z1 и так далее, zm. Как он это делает? Значит, житый выход – это просто линейная формула над всеми входами. То есть я беру все входы от x1 до xn, умножаю их на свои коэффициенты, какие-то w, jt и t, суммирую и прибавляю еще свободный коэффициент b, jt. Все. Вот, больше ничего тут не происходит. Если в формуле не все входы, то это неполносвязный слой – да. Если мы используем не все входы, то это уже неполносвязный слой. Да, Даниил, вы правы. Видно, что математик в чате, что это умножение на матрицу плюс вектор – да. Да, Ксения, вы правильно говорите, что параметров будет много, это правда. Но, тем не менее, значит, вот получается, что я беру входы, суммирую с своими весами. Для каждого выхода у меня будут свои веса. То есть я просто там типа m раз с разными весами суммирую все входы. Такой получается полносвязный слой, как бы m линейных моделей. Каждый выход представляет собой линейную модель. Ну, иногда это рисуют вот так. То есть если у меня, допустим, там три входа и четыре выхода, вот полносвязный слой у меня, вот он. И как бы получается, что у меня каждый выход зависит от каждого входа. Видите, у меня как бы в этот выход стрелки идут из каждого входа. Ну, получается вот такая вот, видите, что все зависит от всего. Дальше я могу поверх этого слоя бахнуть еще один полносвязный слой. Вот он у меня будет. Здесь у меня тоже вот каждый выход этого слоя будет зависеть от каждого входа, от каждого из четырех входов. Ну, в общем, идею вы поняли. Если что, задавайте вопросы в чате. Ну, вот, собственно, Витя спрашивает, несколько слоев подряд не имеют. Да, 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 вы правы, вы правы. Несколько слоев подряд смысла не имеют. Ты и мы вот буквально через пару слайдов обсудим, как с этой проблемой бороться. Хвалю. Да, молодцы, что заметили. Еще вопрос. Значит, слои, которые уменьшают размерность, являются ли полносвязными? А вы имеете в виду, что, допустим, на входе у меня 10 чисел, а на выходе 2 числа? Да, вот такие ситуации. Да, это тоже полносвязный слой. Ну, как бы, ну, меньше выходов, чем входов. Ну, что поделаешь. Ну, да, как бы определение вот у нас тут есть, под него подпадает, да, полносвязный слой. Окей. Хорошо. Значит, как вот Ксения правильно заметила, у нас, видимо, в этих моделях будет довольно много параметров. Это так. Значит, смотрите, вот у меня есть какой-то один выход, у него параметров получается n плюс 1. То есть каждый выход дает мне n плюс 1 параметр. Если всего у меня выходов m, то получается, что параметров будет примерно m умножить на n. Это может быть много. Сейчас обсудим. Вот вопрос возник у Александра, как на картинке все в одну точку склопывается. Вот здесь вы имеете в виду, да? Вот это чай, да? Ну, в смысле, тоже полносвязный слой. Вот у меня 4 числа на входе. Я поверх них бахаю линейную модель одну. У нее один выход. Вот он. Вот. То есть просто здесь у меня как бы полносвязный слой с одним выходом. Это вполне легально. То есть получается, что если у меня, например, миллион входов и тысяча выходов, то у полносвязного слоя с такими входами и выходами будет порядка миллиарда параметров. Ну, это довольно много. То есть мы пока с вами не занимались обучением одного миллиарда параметров. Ну, вот, да. То есть полносвязными слоями нужно аккуратнее. Они вам могут просто взорвать количество параметров, которые будут в вашей модели. Надо очень аккуратно быть. Простите, погода. Опять же, я помню, что не все из Москвы на нашей лекции. Ну, не знаю, как у вас, в Москве какая-то погода отвратительная. Очень пасмурно, сонно. Так вот. Значит, получается, что нужно там или как бы ограничивать там число входов, или там регуляризацию какую-то мощную включать, иначе не обучиться. Вот Владислав еще спрашивает, можно ли очень грубо сделать связку с PCA при схлопывании. А на самом деле вот это, это в некотором смысле и есть PCA. Это же понижение размерности. В методе главных компонентов у вас тоже каждая главная компонента – это линейная комбинация исходных признаков. И здесь тоже. То есть в некотором смысле мы тут уже автоматически делаем метод главных компонентов. Может быть, это немножко другие получатся коэффициенты, но в целом идея похожая. Если они будут линейно-зависимыми, да ничего страшного не будет. Мы что-то обучаем там гадиентным спускам, мы регуляризацию добавляем, справиться как-нибудь. Вот. Короче, разобрались, что полносвязные слои есть, но это довольно страшно. Но, тем не менее, значит, давайте обсудим, как их объединять в одну большую модель. Вот есть такая проблема, что если мы бахнем вот несколько полносвязных слоек, их у меня тут, сколько получается, три, и по первый, второй и третий. Вот если мы бахнем три полносвязных слоя подряд, на самом деле, как вот уже некоторые правильно заметили, это не будет иметь смысла. Ну, вот, да, значит, формулы. Ну, давайте я кратненько объясню, что здесь происходит. Значит, смотрите. Вот если у меня два полносвязных слоя подряд, я запишу формулу для них. То есть вот у меня катый выход последнего слоя, он устроен вот так. Значит, у этого слоя, ну, потом я подставлю, значит, выходы первого полносвязного слоя, все это распишу, погруппирую, и получится, что два полносвязных слоя подряд, у них формула такая же, как у одного полносвязного слоя. То есть у меня получается просто сумма с какими-то весами исходных входов. Ну, да, кто из вас линейную алгебру изучал, вы знаете, что, ну, вот, собственно, как Даниил пишет, композиция афинных преобразований тоже афинное преобразование. Короче, просто подряд много вот линейных моделей, ничего сложного вам не дадут. Это будет все еще линейная комбинация ваших входов. Вот, то есть просто так полносвязные слои наслаивать друг на друга, слои наслаивать, ну, извините уж, это плохая идея. Чтобы этого не было, чтобы это стало хорошей идеей, мы будем применять нелинейные функции после полносвязных слоев. То есть мы вот посчитали линейную комбинацию входов, и от этого дела взяли просто покоординатно какую-то нелинейную функцию. Ну, вот давайте к вам вопрос. Вот вспомните из математики какую-нибудь функцию, которая нелинейная, ну, которой график – это не прямая. Сигмоида, да, есть такое. Гиперболический тангенс, экспонента, синус, косинус какой-нибудь, х в квадрате – тоже вариант, кстати, да, х в квадрате – нелинейная функция. Рилу – ну, это уж такие высокие материи. Ну, короче, да. Ну, вот обычно базовый вариант, собственно, вы тоже первым это назвали – это сигмоида. Значит, вы ее, возможно, помните из нашего предыдущего семестра, там в логистической регрессии она возникала. Это вот такая функция. Один поделить на один плюс экспоненту от минус х. Вот ее график справа нарисован. И вот я могу просто от каждого, значит, выхода взять сигмоиду. Тогда у меня композиция вот таких слоев полносвязанных будет сложнее, чем один полносвязанный слой, потому что между ними стоят нелинейности. Тогда это не будет превращаться в какую-то линейную функцию. Ну, у сигмоиды есть проблемы, которые мы пока не будем обсуждать. Еще рано нам понимать, о чем речь. Но вот оказывается, что сильно лучше работает, если мы берем нелинейность под названием рилу – rectified linear unit. Вот рилу, вот так вот она сокращается. Это максимум из нуля икса. То есть, как бы, если у меня вход этой функции больше нуля, то я просто оставляю его как есть, вот эта ветка у меня. Если вход меньше нуля, я его зануляю. Вот рилу, вот такой уголочек. Вот оказывается, с ним там получше обучаются наши модели. Есть огромное количество вариаций. То есть, вот, пожалуйста, на Википедии открывается статью про activation function. По-английски вот нелинейную функцию называют activation function в графах вычислений. Там куча вариантов. Например, гауссовая функция вот такая. Там, значит, сглаженная рилу, soft plus называется. Там liegt рилу, где она? Лики рилу, вот такая. То есть, как бы, две прямые, просто изломанные. Вот такая палочка, которую поломали. Короче, много, очень много разных вариантов. Ну, там обычно используют рилу или там лики рилу. В общем, сильно не заморачиваются. Но вот есть куча вариантов, какие нелинейности применять. Ну и получается, что тогда вот как бы типичная такая архитектура нашей модели. Она следующая. Берем вход, применяем полносвязный слой. Берем нелинейную функцию от каждого выхода. Подаем на вход следующему полносвязному слою. Берем нелинейную функцию и так далее. Короче, вот просто полносвязный слой – нелинейность. Полносвязный слой – нелинейность. И вот так пару раз применяем. Получается довольно сложная функция. Вот. На выходе как бы, ну, какие-то там числа, наши целевые переменные, которые мы предсказываем. И, значит, в заключение хочу рассказать вот такой момент. Значит, есть у нас такая в математике теорема Цибенко, которая примерно говорит следующее. Значит, пусть у нас есть какая-то функция g от x непрерывная. Ну, в общем, какая-то функция сложная. Вот такая. Утверждается, что какая бы сложная эта функция ни была, я могу придумать полносвязную сеть с двумя слоями. То есть, как бы, вот у меня вход x0, дальше полносвязный слой первый, нелинейность и второй полносвязный слой, который выдает ответ. И утверждается, что я могу подобрать такие размеры вот этих двух полносвязных слоев и такие веса, что вот эта вот модель будет приближать вот эту функцию с любой заданной точностью. Любую нелинейность можно использовать. Вот любую f берите, лишь бы нелинейная была. Рилу, сигмоиду, что угодно. Вот. То есть, всего два полносвязных слоя уже могут вам огромное количество закономерностей извлечь. Вы можете двуслойной полносвязной сеткой приблизить более-менее любую функцию непрерывную. То есть, это очень мощная модель. Видите, вот как бы один полносвязный слой – это просто линейная модель. Бахнули нелинейность и еще один полносвязный слой, и уже вы можете приблизить примерно все. Это очень интересная мысль, очень интересная такая теорема. То есть, из нее следует, что мы только что придумали крутые такие алгоритмы, но, правда, их обучать сложно. Простите, их обучать сложно. То есть, мы там с вами выясним по ходу дела, выясним позже с вами, что, типа, обучаются они тяжело, у них там куча проблем с перепараметризацией возникает, там нужно их регулировать, реализовать, нужно там бач-нормы придумывать, и вообще параметров слишком много. Поэтому, хотя эта теорема есть, на практике оказывается, что надо лучше. И мы там придумываем с вами другие способы, как строить модели под конкретные задачи. Но, тем не менее, это вот показательно, что придуманные нами с вами модели, они прям крутые. Вот, вот, такие дела. Ну, да, собственно, Алексей говорит, что это похоже на ряды Тейлора. Да, это правда, согласен. На самом деле, я рассказал все, что сегодня хотел. То есть, вы как-то мне вопросов не задавали, не знаю, то ли все понятно, то ли вы испугались, то ли не проснулись. Но вот закончили чуть раньше. Если у вас есть какие-то вопросы, что-то обсудить хотите, то вбрасывайте, я вот с радостью поотвечаю. Пока непонятно, что именно непонятно. Понимаю, понимаю. Ну что, тогда можно какой-нибудь практический пример к тому, что мы обсуждали. Какой вы имеете в виду практический пример? В смысле, в кой задаче это может пригодиться? А, преобразований. А, ну, давай сейчас все сделаем. Мы же, на самом деле, преобразование-то с вами уже обсудили. То есть, вот эти вот слои, которые вот тут, значит, дают нам любую сколь угодно мощную функцию, это просто полносвязные слои. Вот какие-нибудь, там, не знаю, где они у меня. Вот такие. То есть, вот утверждается, что... Давайте не здесь буду рисовать. Что вот даже вот не такой, а более простой моделью мы можем аппроксимировать там любую формулу. Например, вот есть, допустим, у меня там какое-нибудь вот описание квартиры, да, площадь, еще какие-то признаки. Вот, и есть, значит, какая-то вот там целевая переменная. И вот я знаю, что, в принципе, если я посчитаю какой-нибудь формулой там g от x, то будет у меня получаться очень хорошая оценка для целевой переменной. Это вот g от x может быть там очень сложной. И вот утверждается, что если я возьму, значит, вот это вот описание, бахну поверх него один полносвязный слой с каким-то там нужным количеством выходов, потом нелинейность, и потом еще один полносвязный слой, который даст мне y, то вот подобрав нужное количество как бы выходов вот здесь, в этом слое, я смогу получить сколько угодно там хорошее приближение g от x. Вот речь об этом. При этом непосредственно, ну, то есть в теории вы можете вот такими полносвязными сетками заменять просто какие-нибудь бустинги там и так далее. То есть это сработает только для табличных данных. Вот у вас есть задача какая-нибудь, где там на входе признаки это числа? Вот можете попробовать бахнуть набор полносвязных слоев, пожалуйста. Даже в сейкетлерне есть там модель, которая вот такая. Вот, то есть применять можно где угодно, где применимы линейные модели или какие-нибудь деревья. Приближение, да, приближение g от x, то есть вот эта вот штуковина будет давать выходы почти такие же, как g от x. Давайте я поотвечаю еще на ваши вопросы. Значит, какую библиотеку будем использовать? Будем PyTorch использовать, да. Точно ли коллаб может с таким справиться? Ну да, то есть в коллабе это должно работать, к тому же мы не будем вам давать учить какие-то совсем гигантские сети. Будет ли квантизация в курсе? Если время будет, мы на последней лекции это обсудим. Формулу оценки мы показали. Первая домашка будет недели через две, наверное, вот так. Может быть, через неделю, посмотрим. На семинаре, конечно, вы будете это разбирать, то есть на семинаре это поковыряете, позапускаете. То есть да, мы сейчас идею обсудили, но практическую часть вы, конечно, обсудите тоже. Какие идеи рекомендую для работы с ноутбуками? Слушайте, да я в браузере всегда делаю и нормально. То есть, мне кажется, сложнее не нужно ничего. Браузера достаточно. Могут ли быть нейронки асимметричными? Например, выход нелинейной функции пропускает слой. Это можно делать, но не очень понятно, как придумать, а там какой слой пропускать, а как это должно быть устроено. То есть там вопросов больше, чем ответов. Есть скорее подходы такие, когда вы берете полносвязные нейронки и делаете как-то их прореживание. То есть вы обучаете так, чтобы у вас какие-то связи занулялись, то есть чтобы у вас вот это пропускалось или вообще вот нейрон выкинулся. Такое вот бывает, но это тоже довольно такая хардкорная штука. На кегле, может быть, будет домашка, где у вас бонусом будет в кегле выбить какое-то качество. Мы сейчас говорили про то, что два слоя достаточно для приближения функции, а в случае с котами и собаками слоев же больше. Условно, логика в том, что мы ищем функцию для поиска котов и собак или просто делаем волшебные штуки в модели. Вот смотрите, как бы, вот опять же, теорема, которую мы обсудили, Цибенко, утверждает, что вы можете придумать двуслойную нейронку, которая вам там котов от собак сможет отличить. Но другое дело, что ее очень сложно найти. То есть, скорее всего, у этой нейронки двуслойной нужно будет там миллиард нейронов сделать. Она будет очень широкая. И оказывается, что легче обучать нейронку, если у нее небольшие слои, но их много. То есть, лучше делать ее как бы более глубокой, с большим количеством слоев, но более узкой. Вот речь об этом. Почему не TensorFlow? Слушайте, да как-то привыкли. То есть, был TensorFlow 1.0, он сильно хуже Paytorch, он сильно менее удобный. TensorFlow 2.0 поудобнее, но мы к Paytorch уже привыкли, и его используют в том, что мы видим, шире. Поэтому будет Paytorch. Ну, в общем, это вопрос вкуса, конечно. Так, еще раз показать пример полносвязанного слоя. Ну, в смысле, вот он. Могу формулу показать. Просто суммируем с какими-то коэффициентами наши входы. Мы, наверное, будем дальше проходить, но как определяется число M? Хороший вопрос. Обычно это устроено так, что умные люди посидели, перебрали кучу вариантов и сказали, что в задачах с классификацией изображений нужно вот такие M брать, и у вас будет работать неплохо. И мы это потом используем. То есть, обычно кто-то за вас придумал нормальный вариант, и надо им пользоваться. Ну, вы увидите дальше. Так, но при этом мы используем слои, чтобы снизить размерность. Не очень понятно, к чему это приближение. Нет, смотрите. Ну, вот когда мы решаем задачу, типа по описанию там квартиры определить стоимость. Мы же, по сути, берем много чисел, много признаков, и там моделью какой-то линейной, там бустингом, получаем прогноз Y. То есть, мы схлопываем кучу признаков в один прогноз. Так были устроены все модели, которые мы с вами изучали. И вот нейронки, которые мы сейчас смотрели, они же устроены ровно так же. Мы берем входы, признаки, что-то с ними делаем, на выходе получаем один прогноз. Ровно то же. Ну, просто как-то по-другому немножко это делаем. Вот. Ответил или все еще? Или я не про то отвечаю, может быть? Давайте, Валерия, вы напишите тогда, я пока чуть дальше пройдусь. Как найти свою семинарскую группу в РУЗе? Во-первых, в РУЗе смотреть, у кого есть семинаристов у вас по расписанию. Во-вторых, мы постараемся в канал скинуть распределение по группам, но это будет на следующей неделе, скорее всего. Но на этой все равно семинаров нет. Так, насчет IDE. Говорят, вот у VS Code есть классный плагин для работы с Юпитер ноутбуком. Да, пожалуйста. Вот тоже хороший совет. Почему на этом слайде два слоя, а не три? Так, значит, на этом слайде вы имеете в виду… Ну, здесь, например, да? Нет, здесь три слоя. Здесь три. То есть здесь их больше, чем нужно по теореме Цибенко. Ну, такая картинка. Здесь три слоя. Вот первый, второй и третий. Здесь три. Ну, так нарисовали. Ну, захотелось. Так. Ну, Алексей, давайте на ваш вопрос в конце отвечу. Так, а что мы с ними делаем и зачем? В целом-то алгоритм понятия. Нет, это просто такой алгоритм, Валерия. То есть, смотрите, ну вот я могу… Ну, то есть, вот линейная модель, да? Ну, а почему она? Ну, вот такая формула. Такую придумали. Можем попытаться подобрать параметры, чтобы было вот так. По сути, полнослвязная нейросеть – это тоже, ну, просто какая-то формула, которую мы придумали, и которой пытаемся решить задачу. То есть мы говорим, что вот у нас есть площадь. Есть там этаж. Вот два признака. Я делаю первый полнослвязный слой, который там что-то суммируется с какими-то коэффициентами. Я получаю там четыре числа, например. Вот. Это типа первый полнослвязный слой. Какой смысл этих чисел? Никакой. Я просто подберу какие-то веса, с которыми просуммирую четыре раза площадь и этаж. Потом применяю нелинейность, там беру какую-нибудь сигмоиду. И потом просто суммирую с какими-то еще весами эти вот четыре, значит, моих выхода с прошлого слоя. И дальше я пытаюсь подобрать веса вот здесь, вот эти веса, так, чтобы у меня эта формула давала хорошие оценки для стоимости квартиры. Какой смысл у этих преобразований? Его нет. Это просто какая-то формула, какое-то преобразование над входами. И оказывается, что обычно можно подобрать такие параметры, что оно будет работать хорошо. Вот. То есть, как раз таки, это вот прикол у этих моделей, что мы придумаем с вами какие-то преобразования. Почему именно они, почему вот, что они дают, какой там физический смысл у промежуточных результатов, неизвестно. Но это работает хорошо и замечательно. Вот такая идеология. Сможем ли мы на всем этом заработать бабки? Да, Никита, сможете. Но как именно, предстоит вам придумать. Почему тогда модели внутри полносвязного слоя обучаются по-разному, если к ним все время одни и те же признаки на вход? Ну, хороший вопрос, Александр. Ну, типа, мы их инициализируем разными весами. То есть, у меня в полносвязном слое будет, ну, типа, я, когда запущу градиентный спуск, я тут выберу вот тут какие-то одни веса, там, тут другие, тут третьи. То есть, у меня все эти нейроны будут как бы с разными инициализациями. Ну, и там дальше в процессе обучения оно все будет сходиться к разным, там, локальным минимумам, поэтому получатся разные веса. Но если инициализировать неудачно, то вы правы, вполне есть шанс, что они все скатятся в одни и те же веса и будет плохая модель. Да, обучать это тяжело. Вот. Ну и да, да, это обучение с учителем. Так, можно ли расшифровать еще раз формулу двух полносвязных слоев? А это где, Ирина, было, напомните? То есть, вот это вот, да? Ну, типа, смотрите, что я здесь сделал. Вот у меня второй полносвязный слой. Выходы первого полносвязного слоя я обозначил через Z. Ну, и, типа, второй полносвязный слой – это вот линейные комбинации первого слоя. Да, вот такие. Вместо Z я подставляю формулу для первого полносвязного слоя. Это сумма с другими коэффициентами признаков исходных. Вот получается такая жирная формула. Я над ней тут работаю, раскрываю скобки, группирую. И в итоге получается, что у меня итоговая модель, выход последнего второго слоя – это просто сумма исходных признаков с какими-то коэффициентами. Вот с такими. Плюс там свободные коэффициенты. То есть это тоже линейная модель. Ну, лучше потом в спокойной обстановке этот слайд открыть, посмотреть на эту формулу, тут все станет понятно. ЦК – это свободный коэффициент. То есть ВКЖ – это веса второго полносвязного слоя, а ЦК – это вот эти вот интерсепты. Почему не уточнили, что бабки заработают только при вас есть став ВКН? Не, ну вы тоже можете. Можете ассистентами вот пойти, например. Да не, шучу, конечно. Вот, от Алексея вопрос. Значит, насколько все же машинное обучение 1 имеет смысл после прошлого года ИАДа? Программа вроде совпадает, лекции похожи на наши. Ну, там просто сложнее домашки, и мы чуть глубже в математику копаем. Домашки там, правда, жестче. Если хочется углубиться, то подойдет. Если вы как бы уверены, что все поняли на прошлом семестре ИАДа, то не имеет смысла. То есть скорее домашки посмотрите, прошлогодние. Если поймете, что интересно порешать, то вот приходите. Как он бьется с матметодами анализ данных на ПИ? Ну, вот матметоды анализ данных скорее будут ближе к основам машинного обучения. Вот, то есть, может быть, если выбирать между ними, то лучше на машинное обучение 1 сменить. Но там реально у нас будет жесть по домашкам. У нас будет их очень много. Ну, короче, вот так. Ну, вот мы уже и время наше почти исчерпали. Все. Тогда спасибо вам большое. Запись выложу. Ждите расписания семинаров в РУЗе. И увидимся с вами через неделю. Все. Хорошо вам закончить эту неделю. Хорошо отдохнуть на выходных. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok